Многие люди, когда у них болит голова, говорят «Ой, у меня мигрень». Но на самом деле далеко не все знают, что мигрень – это не обычная головная боль, а особый её вид. Например, обезболивающие при мигрене неэффективны. А ещё именно мигрень повышает риск развития инсульта. Поэтому я сегодня решила разобраться, в чём глобальные отличия мигрени от обычной головной боли. Как понять, мигрень у вас или нет? Что делать, чтобы во время приступа мигрени стало легче? И можно ли избавиться от этой головной боли раз и навсегда? Я сегодня приехала в городскую поликлинику номер 2, чтобы знать ответы на эти вопросы. Шендряева Наталья Николаевна, главный врач городской поликлиники номер 2, доктор медицинских наук, врач-невролог. Наталья Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня приехали к вам в поликлинику, чтобы поговорить про мигрень. Вот многие люди, когда у них болит голова, говорят «Ой, вот у меня мигрень». То есть этим словом люди разбрасываются. Но, насколько мне известно, мигрень – это какая-то особенная головная боль. Вот можете рассказать поподробнее, что это именно такое? Мигрень – это заболевание неврологическое, хроническое, достаточно редкое. И вы абсолютно правильно сказали, что очень многие под головной болью всегда подразумевают мигрень. На самом деле, в 90% случаях головная боль – это головные боли мышечного напряжения или другие виды головной боли. Мигрень – это не настолько распространённое заболевание, как его считают. Мигрень имеет очень чёткие клинические симптомы. Основной симптом мигрени – это односторонняя, сильная, пульсирующая головная боль. И клинические проявления мигрени – они имеют свой закон развития. То есть у нас пациенты, кто страдает мигренью, они точно понимают и знают, когда у них начнётся приступ. И это приступообразная головная боль. Она сопровождает человека непостоянно. И есть моменты, и есть такие пациенты, у которых степень выраженности головной боли при мигрени такова, что они даже требуют листка нетрудоспособности. Они нетрудоспособны. Что не так часто бывает с головной болью мышечного напряжения. Мигрень у пациентов имеет предвестники. Что это такое? У каждого разные. То есть у кого-то предвестники те, что возникают вспышки в глазах яркие. У кого-то какие-то, наоборот, ощущения осязания. И каждый пациент, у которого есть мигрень, истинная мигрень, он чётко считывает эти признаки. И уже они понимают, так, у меня тогда-то разовьётся приступ. Можно это предсказать, по большому счёту. Пациенты с мигренью, они это чётко понимают. Итак, друзья, чем мигрень отличается от обычной головной боли? Во-первых, у неё всегда есть какие-то предвестники. У всех они разные. А во-вторых, чаще всего это односторонняя, пульсирующая головная боль. То есть болит либо правая, либо левая часть головы. Правильно я понимаю? А чем мигрень вообще может быть опасной? В большинстве случаев, конечно, мигрень, этот приступ длится от 4 до 78 часов. Но бывают тяжёлые варианты, когда состояние пациента мы оцениваем как мигренозный статус. Тогда это госпитализация и уже даже капельницы. Но это редко достаточно. Также нужно сказать, что при мигрене пациенты имеют свои такие правила жизни. И они, как правило, схожи у всех. Если пациент понимает, что у него сейчас начнётся приступ, то они, как правило, стараются быть в тёмной комнате, зашторивают окна, ни с кем не контактировать. То есть у них возникает такая света, звука, не боязнь, а более усиленное восприятие, что тоже усиливает приступ. Поэтому они избегают каких-либо контактов, находятся в отдельной комнате. Иногда степень выраженности такая, что может быть тошнота, рвота во время приступа. И, как правило, когда приступ заканчивается, то эти пациенты прямо засыпают. Им требуется такой отдых. И затем они уже трудоспособны, как обычные абсолютно люди. Я читала, что мигрень – это та главная боль, которая реально повышает риск развития инсульта. Да. Эти данные такие есть. Да, потому что всё-таки в генезе заболевания мигрени есть сосудистый компонент. Это именно такое изменение тонуса сосудов. Одна часть сосудов, наоборот, расширяется, другая сужается. Вот. Поэтому фактор того, что может развиться нарушение мозгового кровообращения, оно присутствует и оно описано в литературе. А можно ли вообще вылечить мигрень раз и навсегда? То есть есть ли такие случаи, когда была мигрень, нет мигрени? Ну, так как у нас, слава богу, сейчас очень много современных препаратов, здесь мы можем достигнуть очень длительной и стойкой ремиссии на фоне приёма препарата. И сейчас это возможно. Если у вас есть проблемы, есть головная боль, которая вас тяготит, которая нарушает ваше качество жизни, пожалуйста, обращайтесь к врачам. Вот так, друзья. Если что-то болит, не надо заниматься самолечением. Идём в московскую поликлинику, больницу и спрашиваем у врача, что надо делать. Спасибо вам большое за интересный рассказ. И несмотря на то, что мигрень может быть и не самый распространённый вид головной боли, но знать об этом нужно, чтобы этим словом вот так вот не бросаться, когда у вас просто головная боль напряжение. Правильно? Спасибо большое. Будьте здоровы. Любите себя и свой город поскучит. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!